Я категорически не согласна, потому что я считаю, что следующими как раз-таки будут все там. Придут каждому, кто внешне неактивно поддерживает режим. То есть возрождена уже практика массового доносительства. Это, по-моему, ни для кого не секрет, что они творят с этими доносами. И просто королева этого жанра, Мразулина или Мерзулина, как только у меня на канале не называли зрители, вот эту дочь, у которой кичка вместо, по-моему, головного мозга, вот этой сенатора по-прежнему Мерзулиной. Ой, извините, уже запуталась. Как ее назвать-то правильно? Мизулиной. Потому что мои подписчики, просто, знаете, чувствуется большая, конечно, ненависть к этой семейке. Естественно, лицемеров полнейших, у которых брат в Бельгии где-то работает. Она сама донос и пишет, и тем самым снабжает, видимо, его клиентуры для его адвокатской деятельности. Семейный подряд такой. Но не только доносительство. Скоро туда вернут и дискриминационное понятие сталинской эпохи семья. Вот это как это, член семьи врага народа. Потом, думаю, что будет и ренессанс карательной психиатрии. Думаю, что подобные дела, как дело врачей, которое по доносу, кстати, начало фабриковаться тогда в сталинские времена. И расследуется до сих пор. Много интересных книг на эту тему написано. Это все, понимаете, подготовка к массовым облавам на геев, которые уже независимо от того, так ли это на самом деле, кто будет проверять после доноса. Донос это самодостаточный аргумент в этом кривосудном государстве. То есть дальше их будут объявлять экстремистами, сажать, соответственно, на эти самые зоны или предлагать им конверсионную, видимо, терапию. Они об этом тоже говорили, что они, оказывается, здоровых людей собираются лечить, применяя вот все те же самые методы карательной психиатрии и пыток. То есть это уже во всем мире признано, естественно, давным-давно, как не просто преступление против человечества, просто как мракобесие тотальное. И поэтому, глядя на все на это, я могу только сделать один вывод, что если вот сейчас не будет использовано теми всеми, кто не хочет, вернее, кто хочет увидеть Путина в гробу, а не на пятом президентском сроке, вот если всеми ими не будет использовано окно возможностей, которое есть до марта, то я как раз таки считаю, что после марта вот все то, о чем я сказала, все перечисленное, оно начнется с такой утроенной силы, что там кости будут хрустить. Мария, уточняю сразу, кто эти все, которые могут воспользоваться окном возможностей? В ком вы видите эту силу? Я исхожу из опросов, которые приводила вам в начале программы. Если 50% против войны, если 77% пишут, что счастливый день – это тот, когда Путин сдохнет, и если по ряду опросов не более 1% он набирает настоящих своих вот этих голосов, ну, допустим, мы можем сделать поправку на то, что там еще есть бюджетники, КИЗ, патриоты, вот эти ватные какие-то, допустим, ладно, их можно довести с 1% реального до 10%, может быть, даже до 15%. Но вы понимаете, что, значит, ему 60% будут дорисовывать? Они сейчас заняты тем, чтобы создать хотя бы, как бы вам сказать, создать апатию для того, чтобы между разными группами, между разными сферами профессиональными не было коммуникаций. И они по сферам таргетировано, целенаправленно врут. В каждой сфере, что там нужно, или что они там надеются такое, поговорить с ними о чем-то до марта, чтобы вот просто вот в атмосфере всеобщей апатии, внушая, что, дескать, нету большого протеста, хотя, еще раз подчеркну, на кухне он 100% очень высокий. Вопрос, что нужно сделать или как, что должно произойти, какие черные лебеди должны прилететь, для того, чтобы этот протест хлынул на улицу, и все эти цифры, о которых я вам говорю, дружно сказали, уходи. Путину и всей этой кремлевской преступной власти. Я думаю, что эта возможность есть. И надо, ну, наверное, предоставлять хотя бы цифры вот этих опросов периодически, чтобы не удавалось кремлевской пропаганде создать иллюзию тотального одиночества и мизерности вот этих показателей протеста или возможного бунта. Вот я о чем говорю. Сергей, а как вы оцениваете возможность черных лебедей, как вы считаете, новому помазанию Путина на трон что-то вообще теоретически может помешать? Ну, помешать теоретически может. Просто контрац его может хватить, да? Хотя с точки зрения Соловья он уже умер, вот, но если исходить, что он живой, то его просто, он просто может умереть, не дожить до выборов. И вот вам, пожалуйста, черный лебедь. Я не согласен с Марией, к сожалению. Да, мне очень хотелось бы, чтобы ее пационарная позиция находила бы поддержку, но я совершенно не согласен с социологией того, что она... Нет протеста, есть усталость. Он всем надоел. Потому что когда 20-24 года один тоже человек сидит у власти, потому что даже 4 года медведевские, все равно это были путинские, 24 года сидит у власти и еще собирается 12 лет сидеть, то усталость есть. Но это не протест. Это опасность. То есть люди просто от него устали. Но это не значит, что какие-то миллионы людей выйдут с активной позиции, нам не надоел Путин, давайте его убирать и так далее. Вот этого абсолютно нет. Есть огромная пропасть между недовольством людей на кухнях, под недовольственной усталостью и потенциальной революцией. Уста в кухнях люди, просто у старого перблака, вышли на улицы, для этого должно произойти что-то совсем другое. И вот никакого революционного настроя в Российской Федерации, с моей точки зрения, нет. Понятно. Мария, ну тогда получается, кроме дворцового переворота, надеяться не на что. Опять мы к этому выводу приходим. Я думаю, что там есть несколько одновременных кумулятивных факторов, которые все-таки могут, могут, потому что людей, которые понимают, какая угроза кроется в переназначении этого упыря еще на целых 6, минимум, то и 12, возможно, лет, если просто его черт не унесет в преисподнюю. Но это все равно пассивная позиция, понимаете? У любого человека жизнь в двух его ноздрях. То есть это что такое? С одной стороны, вы упомянули профессора Соловья. Ну, неплохо, может быть, что он его десакрализировал, так сказать, несколько раз. Но плохо то, что он всякий раз, к большому сожалению, получается, чуть ли не воскресает из мертвых. Я хочу сказать, что в данном случае, вот Сергей упомянул, что уже даже в такой организации, не прописанной в Конституции Российской Федерации, как администрация президента, уже недовольны Путином и его замашками разнообразными, потому что он стал неуправляемый, видимо, с их точки зрения. То есть раньше, наверное, все-таки как-то можно было его вогнать в какую-то там для них просчитанную колею, которую они путем длительных замеров и фантазий своих выбирали в качестве такой, которое позволяло ему, извините меня, 24 года сохранять все-таки за счет одурачивания граждан и обворовывания, но тем не менее, свой вот этот трон. Теперь, если уже там напуганы его поведением, если он надоел абсолютно всем на кухнях, если 77% ждут жажды от его смерти, то, в общем-то, достаточно, чтобы черпнула спичка. Просто в этой спичке должно быть хоть сколько-нибудь искренности. Вопрос в том, что там фейк на фейк, и вопрос в том, что там доноситель на доноситель. Вот эти доносчики, они создают общую, очень напряженную, видимо, атмосферу, и люди не могут общаться вне своих сфер. То есть если какой-то там коллеги по работе, еще что-то, вот они встречаются там еще где-то как-то, и им направлено, таргетировано льют какую-то пропаганду, и они боятся выйти за рамки. То есть в каждой соцсети есть обязательно какой-то там агент, который это все фиксирует, и потом опять эти доносы, доносы и доносы. И на основании доносов уголовные дела. Дальше, естественно, у них это все уже конвейер репрессивный работает, неправосудное решение, тюрьма. То есть, кроме всего, ощущение того, что их мало, и поэтому они не могут свергнуть вот этот силовой аппарат, который, по некоторым данным, уже увеличен, там одна Росгвардия до, по-моему, чуть ли не двух миллионов. То есть при этом территория большая, и даже такое количество не успело бы, если бы эти протесты возникали в разных регионах одновременно. То есть у них на самом-то деле какой-никакой шанс, ну, я считаю, что, ну, как вам сказать, всегда нужно оставлять какой-то шанс на то, что все-таки произойдет, вот перед тем, как попасть в туннель с одним выходом на кладбище, то есть это и есть правление неуправляемого, Путин, который тащит их не просто в изоляцию, а который размазывает по ним постоянно кровавые преступления. Это все равно не может, в конце концов, не иметь отрицательного вот этого накопительного эффекта. Я не верю, что этот протест просто какой-то очень поверхностный. Я думаю, что у всех по-разному. Я думаю, что есть действительно такая часть, которая в целом, им вообще ничего не волнует, кроме еды, наверное, и хватает. Есть проплаченные тролли, есть бюджетники, есть зет-вата, патриоты, какие-то вот так называемые уроды, которые просто, ну, вообще по-хорошему должны также сидеть на скамье подсудимых, как и преступная путинская шайка вместе с его приспешниками. Все те, которые, ну, вот, фактически, как это сказать, должны нести солидарную ответственность за все, что сейчас происходит, за все эти преступления. Но при этом, при всем, я считаю, что при тех опросах, которые я почитала, все-таки, я не говорю, что это я какой-то там, знаете, Кассандра, как могу им, наконец, вот это вот, как это сказать, материализовать проклятие этому чертову режиму. Но я думаю, что тех, кто осознает вот это последнее уходящее окно возможностей до марта, становится все больше. После марта, я думаю, что это будет куда сложнее сделать. Я про свержение Путина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok